У второго микрофона Иосиф Сиридич, пожалуйста. Александр Григорьевич, я ишу сюда не для того, как бы скупать в дискуссию с новым министром информации. И не требует. Не, не, не. Алипокольки, Илья Станиславовна, кинула пальчатку, я вымушен поднять ее. Но она женщина. Но вы можете уявить, не поспела еще освоить рабочее место, новое кресло, шлем не попереджене. Я кое. Вы ситуацию в Костюковичах доброведаете. Про лес головного доктора районной больницы, я думаю, писала не только Народная война. Прислала мне лист жонка, возле этого уже пожилого, старого человека. И я отчуваю, что кожный родок слезой окропленный. И я дал махчимость выступить на сторонках Народной войны с открытым листом, миновито до вас, президента Республики Беларусь. Что в этом листе было сказано? Не то я, что там возобновился суд, принято решение, 6 годов дали. И она, когда до вас дошел в этот лист, я думаю, что помощники провинны были положить вам на стол. Рассказывала, что творится в регионе. Як ведут себе местовые князьки, як ведут себе местовые спецслужбы. И мне особливо кинулся вот такий факт, что чернополивание началось на этого головного доктора. Поливание сбоку местовых правоохолчих спецслужб. Потому что, коли они учинили дорожно-транспортную трагедию, там аварию. Здарение. Да, здарение. И они были пьяненькими. И вось головный доктор повинен был их прикрыть. И он не пошел на эти кроки. Почалось ополивание. Что ли мы уполивали? Пару канистров бензина и некую там запчастку. И вось сегодня человек гниет за кратами. Доречие. То есть, что я дал мальчимость выказаться, свернуться до президента этой женщине. После того, как минавито уже суд отбывся, мы только один и не ведали, что в обошлый день, и он написал скарбу, касационную скарбу, с тем, как большевысокая инстанция переглядила в этой присуд. И вось за то, что мы, как быцем, не дочекались окончательного решения усих судовых инстанций, мне новый министр, под креслом, яка еще не освоила кресло свое, шли поперечили. За что? Я навод не полечил необходимым свертаться в суд, там, а сперечивать, потому что это ниже и наше агонору. Ниже, я думаю, что мы сделали и для улады, и для президента добрую справу. Тем больше, что червовая судовая инстанция, саправды, скостила этому человеку еще три года. Заразвен я, на кольки мне ведома, свернувся, еще за одной скаргой, и я буду глядеть вам в очи с подарением министр, коли этот человек выйдет на свободу. И коли раптом докажет, что он даремно, одразу, шесть годов отримал подмещение, ну не той выпадок, коли треба саправды гоняться за головным редактором народной воли. Да, я разумею. У своей части я написал артикум, беремено на дорозе. У своей части, не коли выступав супресс Пролесковского, вы ведаете, здесь сегодня Пролесковский, и так далее. Другое попереченье, я в двух словах, а потом перейду доголовное, то я что хочу сказать по державным узрогам. Другое попереченье, вы, Александр Григорьевич, за некольких днём, до того, как палата представником повинна была разведить договор Беларуси помеж Россией и Казахстаном, сами свернулись до депутатов. Глядите, как там никакая блоха не произошла, как бы всё было на месте. Не дай бог, там не увлечены все интересы Беларуси. Калинкина взялась за перо. Это и она публицист, и написала артикум. И она лечит, что не дай бог, сдавится так, что нам треба будет покинуть возле этой союз, скажем, А там на ее погляд есть шмат пирожкод. И она про это выказалась. Знову министерство лечит, что Калинкина, как там написано, можно нанести шкоду державным интересом. Можно нанести шкоду. Кто доказал, что это может нанести шкоду? При этом попереджение приходится в редакцию про 46 дюйм после публикации. Про 46 дюйм. Украине не отбылось ни одной демонстрации. Украине не отбылось ни одного митинга. Скажем, там, супросоюза, 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 домовых и так далее. Какую шкоду может нанести публицист своим меркованием? Коли президент свернулся, сам сказал депутат, а что, журналисты повинны в боку стоять сюда это? И вот таких попереджений за 20 годов народной воли, с оправдой набралось, а там больше 20 лет не лечу. Потому что, пробачьте, коли я буду лечить такие попереджения, то завтрашний номер народной воли не выйдет. Это что тычется, вот, мировидом наших относит. Я хотел бы у всех присутствующих запросить с 11-го репеня на 20-го газеты и сказать. Вот Александр Иванович сказал, что пока я могу столько забить, утопить, закопать. Так вот я скажу, пока ли редактор народной воли живы, народная воля будет выдаваться. Не в Минску, в Смоленску, не в Смоленску, в Москве, не в Москве, в Варшаве и Берлине. Вот за этот услуг. А завтра я, Александр Егорович, кориславляющийся тем, что у нас открытый диалог, все-таки хочу сказать, что я про это не хотел на ум говорить. Это выкликали меня в основном на то, чтобы я дал такие отказы с подарениями ананит. А завтра я хочу сказать про то, что с оправдой меня хвалюет, я грамотянина Республики Беларусь. Литерарно вчера супрацовники редакции нагадали мне ваши слова, Александр Егорович, сказанные у Женивни 2011 года на нараде педагогичного актива Беларуси. То есть я хочу тут процитовать ваши эти слова. Я, как глава государства, предлагаю всем здравомыслящим и любящим свою страну людям, какому бы политическому лагеру они не принадлежали, сесть за круглый стол, посмотрев друг в другу в глаза и реально оценить, кто чего стоит и что может сделать для эффективного улучшения ситуации в стране. Помните эти слова? Возможно. Нет, цитаты, да. Погодитеся, наступил, мне сдается той час, кали возге эти слова повинны стать все ж таки вызначальными для Беларуси. Хоть вы, Александр Егорович, и оптимист, али нега все ж таки не зауважать, что ситуация надзвычай складанная. Вот, у нас. И с одного боку, то с одного боку, то с другого, все ж таки населывается, никоторая небезпека. У повдневных суседей война, и не дай бог, к обея полами перекинулся до нас. У сходних суседей, россиян, на угол тяжко сказать, что творится. С заходом относительно, как бы, замолаживаются, а не до нормальных еще вельми далеко. Экономика краины, якая тесными нитками зародовалась с близкими, с близкими далеким замешан, мне, сдается, не вытребливая их выпробованием, якие свалились на ее. Одним словом, тревожно. К тому, я, я громадзмен Беларуси, не сдымаючи себе особистой отказности за лес краины, хочу спытаться, коли, как вы сказали, здравомыслящие и любящие свою страну люди, такому бы политическому лагеру они не нагряжали, сядут за круглый стол. Круглый, квадратный там, севальный, и разом, зной быть, шляхи дороги, вырятования нации в этот тяжкий час. Мне, сдается, что сегодня любая конфронтация унутри краины, это гибель для Беларуси. Ее им гненно выкористовывать те же имперцы, и тады мы будем только разводить руками. Вот с чему нема альтернативы об обеднанию усилий здоровых сил. Вначале, Александр Владимирович, этих лесов изначальных речей, на мой погляд, не разумеют многие чиновники, которые вас окружают. Я могу привести десятки прикладов, которые подтверждают мой взгляд и вывод. Ну, а на покойке формат нашей сегодняшней встречи мне не дозволяет это сделать, то я вас просил бы, найдите, когда не будет махчимость, принять меня. Вот все, что я хотел бы сказать. Ну, последнее, самое простое. Это не вопрос, я вам обещаю, если у вас, конечно, есть ко мне вопрос. Если есть, не проблема, первое. Второе. Вы, пожалуйста, держите меня в курсе дела, дел в народной газете. Я не могу отметать то, что сказано Иосифом Середичем сейчас. Может, действительно, там наступство, яке-нибудь на народную волю. Нам это не надо. Мне это не надо. Да, есть такая газета. Знаете, я если говорю об оппозиционной какой-то газете, я так всегда говорю, народная газета. Для меня это оплот оппозиционности. Может, я прав, не прав, часто шутя говорю. Но она состоялась, эта газета существует. У нее, как говорится, по-вашему, свой читатель. Наверное, не только свой читает. И отследите, чтобы эта газета была в моей папке каждое утро на столе. Я смотрю вашу газету. Я не скажу, что я уж там до дыр зачитываю какие-то газеты. Я ведь направленно знаю. Ситуацию знаю не хуже журналистов. Поэтому по диагонали или где-то внимательно обращаю внимание и по многим вашим публикациям. Пусть вы только не зазнавайтесь. Я давал поручения, чтобы разобрались. Очень многие. Знаете, я давал эти поручения своему собственному сыну. Кстати, он для того там и находится, чтобы объективно взглянуть на вещи и мне честно доложить. Меня удручало порой, Иосиф, когда мы ехали по факту, а там тех людей не было. Ну, я думаю, ладно, журналисты всякие там печатают эти заметки. Но уж очень острые были материалы. И он приезжал, говорит, папа, там таких людей нет. Вот указывается, где, откуда человек. А его нет. Мы же его не разыскивали, вот там, в спецслужбы, милиция с автоматами. Это сын президента приехал. И он это не прятал. А авторов не было, там, с героев. Это разные речи. Нет. А авторов, с героев. Я не хочу конкретно, я не помню конкретно, каких вещей касалось. Но это было и не единожды. Ну, это часто читаю и в интернете, и в интернет-версиях, и в других газетах. Думаю, ну ладно, ну, наверное, Селедиш все-таки. Ну, такой человек. Даже как-то даже и неприятно было. Ну, у нас давние с вами отношения, лет 30, и я часто признавался, что, наверное, и ваша капля в моей судьбе есть, когда мы, сидя с вами в редакции Советской Белоруссии, писали там статьи, вы меня допрашивали, вы меня дергали, вызывали. И я это все помню. Я не без памяти человек. Ну, думаю, ну, раз Селедиш написал, проверю, проверю. Не всегда. Получалось так, что я... Но я реагирую. И все должны знать, какая бы там оппозиционная желтая газета ни была, но если там факт, вот такой вот резкий, особенно о котором вы рассказали, мне стыдно, конечно, но я не видел этого факта. Но его надо поднять. Коль зашел... Александр Григорович, я реагую наводнокоску. Коли коска мне, я думаю, что не там поставлена, я завтра роблю поправку. Но, поверьте, кто читает регулярно газету, ведает, что сегодня больше сумненной, больше объективной газеты у нас неисту ей. И дай Бог, таких народных волей было десятки. Это на користь уладья, на користь громадства, на користь усилена. Ну вот ты накаркаешься, мне еще десяток народных волей, дай мне справиться с одной. Сейчас ты наговоришь, что десяток народных волей. Но, я еще раз говорю, выбросьте это с головы, что вот мне надо зачистить поле, и чтобы не было других мнений. Я уже проводил вам пример. Я никогда, пока нет, не знаю, вот сейчас косеницы, что к этому не готов, спросите у Кобякова, нет двух-трех мнений, совещание не проводится. Зачем ко мне приходить и рассказывать, я прочитаю одно мнение. Поэтому не страшно, что люди пишут о том, что есть на самом деле. Да, народная воля, вот я скажу, что мне в ней не нравится больше всего тенденциозность. Ну, наверное, можно в этом упрекнуть и Якубовича. У него тоже другая заданность, еще у кого-то. Ну, вот этот весь спектр. Вы знаете, что мы народную волю в администрации президента продаем в киоске. Вы хоть это знаете? Конечно. Мы никого не запрещаем, пускай читают люди. Если она не, хотя назначая ее, я боялся, что она будет такая вот мягкотелая, что она где-то ни середичу, никому ни замечания не сделает, а где-то даже и подзатыльника даст, как женщину можно просить. Я бы вот на год ее на практику до нас прислать. О! Спочат, ты наш ни одного дня в прессе не працевал. Не надо, Иосиф. Только ее не в народную волю, я тебя прошу. В народную волю. Не надо. Пускай в Советской Беларуси практикуется уже у Якубовича. Кстати, вы же работали в одной газете, выходец одного и того же. Поэтому я, конечно, займусь. Что касается ситуации. Вы знаете, я не стану, Иосиф, с вами спорить на все еще. Вы, может быть, острее видите эту проблему. Но я не скажу, что вы более информированы, чем я. Дело в том, что, как вы говорите, формат нашей должности разная. Вы можете вот так эмоционально на что-то отреагировать. Я на это не имею права, даже если и хотел бы. Поэтому, если я где-то что-то вижу, а я, поверьте, вижу много чего. И если я публично не пылю, в том числе в народной газете интервью, там не даю прошлое. Это не значит, что проблемы нет, и я ее не вижу. Особенно, что касается безопасности. Вот Сергей тут меня тонко покритиковал по ценам. Вы знаете, народ меня простит за цены. Потому что это не совсем, наверное, функция президента. Согласитесь, есть много кому заниматься ценами. А вот если я безопасность государства не обеспечу, вот тогда меня стоит повесить. Вниз головой или на веревке, как раньше вешали. Это моя кровная обязанность. Безопасность белорусского государства. Если вы считаете, что во имя этой безопасности, а не во имя чего-то, мы должны сесть за круглый стол. Или кто-то, вы же не говорите, что я там должен сесть. Политики и прочее, кто-то как-то. Пожалуйста, я могу проинициировать такое собрание. Вы можете сесть. Но не для того, чтобы гвалт там устроить, что-то там насторожить общество. Для того, чтобы выплеснулось это в средства массовой информации. Если есть желающие поработать в этом направлении, внести предложения новые, особенно которых я не вижу, я буду вам только благодарен. Но не под какие-то там политические события, под выборы, чтобы засветиться, показать. Это тоже надо. Только я в этом не хочу участвовать. Это делайте. Мы не будем пресекать это. Хотите в народные воли, хотите где-то, чтобы мы помогли вам организовать там предвыборные какие-то мероприятия, обсуждения. Пожалуйста. Хотите, я направлю туда своего помощника, чтобы он послушал вас. Но я не хочу в предвыборных баталиях участвовать. Вы знаете, я не принимал участие физически в тех выборах, я не буду принимать участие и в этих выборах. Мне говорить народу то, что я буду делать, не с руки. Народ знает, что я буду делать. Он знает, что я не могу перелицеваться, перевернуться, потому что это уже будет крах для моей политики. Поэтому если это не связано с этими разными политическими выборами, а с безопасностью государства, я готов. Если вы внесете соответствующее предложение даже по лицам, пожалуйста, давайте обсудим эти вопросы. По факту мы увидим, на что способны те люди, которые придут обсуждать вопросы безопасности. Специалистов пришлем, Межуев приедет, госсекретарь к вам приедет, он у меня главный помощник по вопросам безопасности. Высшее должностное лицо, выше некуда. Это вопрос не правительства, это вот главного моего помощника. Он приедет. Если нужно, обсудите. И мне доложат. Есть там что-то, что можно выжить из этого разговора? Будем обсуждать. Я ничего не отбрасываю. И я не хочу сказать, что Беларусь это больше моя земля, чем ваша. Это наша земля. У нас другой нет. У нас разные взгляды, у нас разные погляды там на те, те, и иншие процессы. Однако земля это наша. Она общая, она единая, и мы должны ее защищать. Да, можно где-то тузаться один одного. Можно где-то даже морду друг другу побить. Но если это время есть для этого, чтобы тузаться. А когда беда у порога, как вы это видите, тогда тузаться не надо. Тогда надо объединяться для того, чтобы защитить свою землю. И вы правильно сказали. Нам сейчас конфронтация не нужна. Потому что, ну ясно, там, каким-то политикам в тюрьме выгоднее сидеть, потому что, ну, показать себя героем. Кому-то молодому, какому-то хочется во власть прийти. Это тоже нормально. Ну пусть борются по политическим законам. Но Середичу это не надо. Я это знаю точно. Да, у него есть свои взгляды. Али конфронтация, и Середичу, и всем присутствием. Абсолютно. И все это не потребно. Абсолютно правильно. И треба спинять, когда, не дай бог, я кто распариваю это. Вот с чему я, ну, и с такой пропоновой вышел. Сегодня треба обедноваться, а не конфронтацию власть. Да, только, знаете, я о чем бы вас попросил? Чтобы мы не перебирали здесь. Чтобы, понимаете, не было здесь излишества. Я же понимаю намек, ай-яй-яй, вот Россия, кто бы мог поверить, что... Ну, вы правы. Вот это заявление и мое. Кто бы мог поверить, что Украина там эту бучу на российской границе устроит, и что в Россию в этом тянут, или Россия там... Никто не мог поверить. Это правда. Но мы не Украина. Мы не допустим таких ошибок, которых допустили власти Украины. И они это признают. Я уже вам об этом говорил. Не с того надо было начинать. Почему у нас, Иосиф, Белорусский народный фронт, и же с ними. Зенон Позняк, талантливый человек в своем плане. Шушкевич, не дурак. Почему они потерпели поражение, жесточайшее? Не с того начали. Не с того. Или начали заниматься мово, мово, мово и больше ничего. Людям жрать нечего. А тут мово, мово каждый день. То же произошло в Украине. В другой ситуации. Я говорил это и Саше Турчинову, когда он исполнял обязанности президента, говорил и нынешнему президенту, что в Крыму это надо было делать. Запугивать русских людей, что мы вас там перережем, зарежем и запретим на языке разговаривать. Это надо было делать. Зачем подставляться было? Украинцы это воспринимают. Они нормально, когда я эти заявления делаю, к этому относятся. Подставились. Мы не подставимся. Я не дам возможность себя таким образом подставить. Хотя я не думаю ни на минуту, что вот у нас угроза со стороны России. Абсолютно нет. Вы знаете, чего я боюсь? Я не могу вам сказать, насколько я погружен там сейчас в этот конфликт. Не могу, потому что идет очень тяжелая работа. Очень тяжелая. Я боюсь только одного. Что если мы дальше на Востоке будем воевать, в Украине, мы в это болото соберем всю дрянь со всего мира. Вы же знаете, сколько их на Востоке, в Африке, в Судане там и дальше воюют, сколько их на Кавказе, за Кавказом и так далее, сколько их в Америке и в Европе шатается. И все они хотят заработать деньги. Наверное, не тысячи, сотни тысяч таких людей, которые на этом зарабатывают, воюя на той или другой стране. И они, как тараканы, ползут там, где жарко. Там, где развязана эта война. И они уже там есть. И вот если они туда соберутся, выкуривать их будет сложно. И вот оттуда они поползут. А в Россию, прежде всего, в тот же Крым и к нам. Вот меня что больше всего волнует, если уж вы хотите откровенности. Меня это больше всего волнует. А не то, что я с русским человеком завтра буду воевать. Но, Иосиф, для меня все равно, кто будет воевать против Беларуси. Для меня все равно. Если он придет к нам с мечом, мы ответим тем же. Поэтому вы не думайте, что я тут крылья сложил и смотрю по сторонам и думаю, ну, все нормально, все нормально. Я помню 41-й, не помню, а знаю 41-й год. И не по книжкам. Я знаю, когда все друг друга успокаивали от Кремля до Бука, что все будет хорошо и войны этой не будет. Ну, ладно, не надо было провоцировать Германию. Но почему летчики не сидели в самолетах в эту ночь или накануне? Почему через нашу границу тысячи диверсантов преодолели границу, притом преодолели как нож, горячий нож через масло и ликвидировали всю охрану на всех важных объектах, особенно мостах? Почему наших же всех перерезали на мостах? Из-за нашего головотяпства. И там, в советской форме, немцы вошли и охраняли эти моста для того, чтобы пропустить танки Гудериана. Если бы мы вовремя взорвали эти мосты, даже когда атака началась, танковых соединений, куда деваться в Беларуси? То лес, то озера, то речки, то болота. Куда деваться? А они прошли прям до Минска спокойно. Это из-за нашего головотяпства. Поэтому я знаю кое-что уже больше, чем обычный Лукашенко там преподаватель или историк. Я многому научился, я увидел, что было не так. Это для меня сигнал. Но я уж не могу, как ты об этом говоришь постоянно. Ты вот просто меня вынуждаешь это сказать. Поэтому успокойся. Я все это вижу. Я все это знаю. И вот министр обороны новый сидит. Если у вас желание есть, он вам расскажет о том, что я их там сейчас шмонаю и терзаю так, бедные, что они не рады, что у них такой главнокомандующий. Я третий раз модернизирую армию. Я приспосабливаю ее к тому, чтобы мы могли нормально ответить. Я сделал выводы из украинских событий. Армия 500 тысяч по численности. Армии нет. Но я еще раз хочу сказать. Не дай Бог нам воевать с русским человеком. Не дай Бог. Это будет катастрофа. Планетарная. Мы родные люди в одном доме друг с другом начнем воевать. Поэтому не должно быть этих заявлений. В России дураков хватает. Они уже меня с Каддафи сравнивают, что меня там на кол посадят, еще чего-то. Я все это вижу. Только я говорю, неизвестно кого еще на кол посадят. Мы не должны им уподобляться. Обстановка и так накалена. Нельзя разогревать вот эту обстановку, чтобы мы с русскими людьми столкнулись. Потому что мы сами русские люди. По большому счету. Александр Егорович, дякую за щирость. Пожалуйста, какие еще вопросы? А что касается приема, пожалуйста, давайте в конце февраля, когда я больше освобожусь, буду на месте. Пожалуйста, мы поговорим. Спасибо. Спасибо.